Продолжение следует... Всем привет, TheBrush2019! И снова здравствуйте, TheBrush2019! И вот заморочился я на тему шрифтов. Те шрифты, которые может предоставить, допустим, ThePlugin TheBrushText3D, меня не устраивают. Вот захотелось именно для других проектов, вот именно какие-то классные шрифты, благо у меня есть книга уже давно. Сейчас я вам её покажу, и там очень много шрифтов, и вот на них я именно и заморочил. Вот такая книга «Декоративные шрифты для художников-оформителей». Именно вот преподавали вот по такой книге для художников в институтах, для тех, кто рисовал плакаты в советское время, и афиши всякие. Вот такая книга. Вот такие шрифты здесь. Сейчас я вот этот вам покажу, вот готический. Вот решил я его сделать в TheBrush, именно кисть ММЭ, чтобы потом использовать вот эти буквы именно на вывесках и так далее. Снимаем скриншот. Вот так вот. Скриншот можно, кстати, скачать, установить, бесплатная программа. Так, скриншот снимается, и пока покажу вам именно, какие тут шрифты есть. Вот вы видите разные шрифты. Очень красивые, с вертиперцем, в индийском стиле, в монгольском, в американском раннем, разном. И вот наши шрифты, именно славянские тут есть. Ну, очень много слов. В индийском стиле и так далее. Тут вот, если вы скачаете эту книгу, вы очень кайфанёте тому, кому нравятся именно вот разные такие загогулины, буквы в разных стилях. Вот итальянские, египетские, брусковые. Тут разные есть. И вот именно по буквам разбиты, по странам и так далее. Так, всё, закрыли эту тему с буквами. Скриншот сделан. Книгу можете скачать. Называется декоративные шрифты для художественно-оформительных работ. Вот, погнали теперь в фотошоп. Вот теперь мы в фотошопе. Открываем файл, открываем открыть. Нажимаем точнее открыть. И ждём. Что-то он у меня подтупляет сегодня, не по-детски. Ну, вот решил снять ролик на дать. Так, вот высвечивается. Открываем именно скриншот. Жмём открыть. Опять же ждём. У меня просто много открыто. Я сейчас, наверное, закрою вот, вот эту программу, чтобы она не отнимала именно движуху тут. Вот открылась картинка. Вот загрузился наш скриншот. Вот так он выглядит. Теперь что нужно сделать? Надо вот тут чёрные буквы на белом фоне, а нам нужны белые буквы на чёрном фоне. Нужно зайти в изображение, нажать коррекцию и зайти в инверсию. Вот инверсировалось всё. Теперь заходим в файл и сохранить как? Сохраняйте JPEG, без разницы, PSD тут не понадобится. Вот всё это дело сохраняете. Я не буду сохранять, он у меня уже сохранён. Так, отмена. И вот опять же, я это всё дело сейчас закрою, чтобы опять же не тупил комп. И в ZBrush будем разбираться, как что дальше. И вот снова ZBrush. Погнали теперь разбирать, как буквы будут вести себя тут. Так, заходим в альфы, находим импорт и надо вот эту альфу подгрузить в буквы, которые после фотошопа. Вот мы их находим, вставляем. И вот теперь по прошлым видео альфа. Так, это Make 3D. Можно Make 3D нажать, посмотрим, как это всё получится. Нехорошо получилось. Ctrl-Z. Опять же ставим альфу. И попробуем теперь To Mesh. Вот уже лучше. Всё прикольней. Вот так всё это дело выглядит. Теперь заходим в Geometry. Можно нажать Make Polymesh. Заходим в Geometry Size. Теперь всё это дело по Z надо Ctrl-Z. По Z надо уменьшить. Делать потоньше. Вот так вот. Так, теперь вариант какой. Попробуем разбить это дело всё. Жмём Polygroup и жмём Regroup By Edges. Нет, Group By Normal. Вот это. Смотрим, ждём. Плоховато всё это дело разбилось. Ctrl-Z. Так. Regroup By Edges. Посмотрим. И By Normal. Нет, плоховато всё это делается. Ну, давайте то от Dynamesh геометри и делаем Dynamesh. Опять же, можно нажать Polish, чуть-чуть резолюцию больше поставить. 464, я думаю, хватит. Ну, хотя бы 224. Попробуем, что получится. надо, чтобы буквы, вот вы видите, качество букв потерялось. Надо ещё побольше прибавить резолюцию. Ну, хотя бы 432. Попробуем. вот именно, чтобы вот эти все текстурки пооставались на буквах хотя бы частично. Ну, вот уже пойдёт, уже вроде прикольно. Так, давайте теперь опять же так, полигруппы и попробуем автогрупп нажать. Смотрим, что получилось. Ничего. и групп bianormals. Так, вот разбило на поле группы. Смотрим теперь shift, control, shift, что получается. Так, если вот так вот сделать и нажать, так, control, Z, control, Z. ну, можно вот попробовать sub-tools и split, grow, split, окей. Если разобьёт сейчас. Быстро действие у моего компа зашкаливает. 1000 перц, more полигруппы. Так, понятно, control, Z. Можно попробовать теперь вот так. Не знаю, обрежется, нет. Сделаем geometry, size, чуть-чуть это дело всё поменьше. Приблизим. и теперь попробуем обрезать. Это control, shift или попробуем давайте вот так вот маской всё это вот так вот замаскируем верхние буквы. Назначим им control, W. Теперь control, shift. всё это дело отделим. Вот так будет лучше, наверное. И теперь сделаем modify topology del hidden. и теперь посмотрим, что можно сделать. Заходим опять же в поле группы и жмём autogroup. Всё, вот разбилось всё по полигруппам. Теперь заходим в sub-tools и жмём grow split ok. Так, вот это всё отключаем. Вот тут эти получились буквы. Вот. В принципе если сделать control вот это всю плашку не разбивать сразу, а понизить именно полигоны у этих букв, чтобы они стали ниже, то тогда можно буквы сделать низкополигональными будет ещё классней. Так, смотрим что тут да как. Вот они две буквы. Вот их надо тоже разбить. Вот так вот замаскировать ctrl w и сделать им также grow split ok. Всё, мы их разбили. смотрим что тут не нужно. это вот артефакты есть ещё, то можно их удалить. Это delete. Ну ещё раз delete. Окей. Смотрим это что тут такое точка. В принципе буквы все на месте. Ну и всё. Теперь shift и левая кнопка мыши всё это нажимаем на глаз. Теперь жмём кисти и жмём теперь cryo insert mesh insert mesh делаем. Что такое почему так вот они все появляются всё нормально всё хорошо. Теперь давайте их проэкспертируем экспертизу сделаем жмём план 3d ну и вот выбираем допустим любую букву так ага make poly mesh забыл сделать и вот можно вот так вот всё это делая вот букву наносите вы видите что 6000 полигонов вот многовато но для вывески для вывески какой-нибудь это будет в принципе нормально потом можно всё это будет отделить вот так но опять же всё это дело поровнее надо как-то подгадывать а в принципе и так красиво вот вы можете все буквы перематывать и вот так вот их писать офигенный шрифт снимаете control выделение смотрим давайте что тут сетка и вот вы видите что теперь можно план удалить сделать ему delete ок так ctrl z не то я сделал попробуем ещё раз так опять же make polymesh жмём hey ну много букв не буду так в принципе чтобы представить какой будет внешний вид вывески вот так что-то кстати вот наносить вот по этим квадратикам удобно очень так ну теперь жмём снимаем маску жмём ctrl shift теперь заходим опять же в геометрии модифит опологи dell hidden убираем план и вот у нас остаются буквы 28000 вроде не так много теперь мы можем всё это дело здесь понизить полигонаж допустим и всё будет классно вот такая есть штукенция ну в принципе вот в таком в таком варианте можно делать если вы вылепили книгу допустим да сканировать сделать скриншот каких-нибудь какого-нибудь текста книги и на первые листы если книга открыта то на первые листы вот этот вот этот текст просто наложить вообще классно опять же наложить текст на какой-нибудь изогнутая на изогнутую поверхность я уже показывал есть вот такая прикольная кисточка вот что щиты мы делали точнее я делал а вы смотрели так вот я здесь чуть-чуть ещё путаюсь вот она вот эта кисть называется мэтчмейкер вот она именно делает привязку букв или объекта именно к изогнутому или сзади находящемуся от него объекту тоже ну как смог так объяснил всё всем пока до свидания нет нет до свидания до свидания